В прямом эфире на канале ТВ5 новости в студии Игорь Белышев. Здравствуйте! Полный вперед! С сегодняшнего дня запорожцы смогут добраться к своим садово-огородным участкам по реке. Два теплохода будут прибывать к причалам сразу нескольких дачных поселков. На компенсацию расходов по перевозке горожан в этом году запланировано более полутора миллионов гривен. Подробнее Валерий Калайтан. С сегодняшнего дня добраться на дачные участки запорожцы могут и по Днепру. Навигация 2017 стартовала. Теплоходный гудок разбудил Запорожье. Пассажиры занимают свободные места. Среди них Раиса Вахненко. Говорит, теперь может без проблем добраться на дачу. Это единственный транспорт, например, у нас, которым можно добраться на даче. Потому что от автобуса там идти, наверное, километра три и добираться к нам очень трудно. Главный на этом теплоходе капитан Николай Каравод. С флотом его связывает крепкая дружба продолжительностью почти в 50 лет. Сегодня для него стартовала 46-я навигация. Капитан говорит, помешать рейсу могут шторм или туман, но это редкость. Бывает, поднимается шторм, мы тогда уходим в укрытие или на правый берег, или на Кичкас, или туда на район. Потому что тут бывает невозможно высадить. Но это редко погода. Обычно погода всегда у нас так. Нормально. За один рейс теплоход берет на борт около двух сотен пассажиров. В пути примерно час. Он идет 14 узлов, это 27 километров. Час туда и час назад. Мы сейчас в 7.30 отходим, в 8.30 туда приходим, там их ждем. Они потихоньку приходят, садятся и… А длина маршрута? 12 километров. Есть 12, 17 и 18. Из речного порта теплоход следует в следующие пункты. Каждый вторник и четверг Новоалександровка-2, Советская и Курьянова-1. Каждую среду и пятницу Привольная, Сады и Сады Запорож-Стали. Специалисты говорят, двух теплоходов для обеспечения перевозки всех пассажиров достаточно. Их техническое состояние также в порядке. Постройка у них район 80-х годов. Понятно, теплоходики все, скажем, не новые. Но, тем не менее, при хорошем техническом уходе эти теплоходы хорошо себя чувствуют и могут работать еще в довольно большой отрезок времени. Ежегодно во время речной навигации теплоходы перевозят десятки тысяч запорожцев. Стоимость билета от 30 до 35 гривен. Для граждан льготной категории проезд бесплатный. На компенсацию из бюджета Запорожья выделено около 2 миллионов гривен. В 2016 году нами было перевезено на пароходах 60,5 тысяч наших граждан. В 2015 году чуть больше было, там около 70. Большая часть льготников это все предусмотрело у нас управление соцзахистом. Заключены соответствующие договора с речным портом. Теплоходы будут курсировать по Днепру до 1 ноября. Валерий Калайтан, Юрий Васильченко, ТВ5. Продуктивно поработали. В ходе очередной сессии Запорожского горсовета были приняты десятки решений. В частности, подняли зарплаты педагогам, утвердили выделение средств на ремонт внутридомовых сетей отопления. Обстановка в зале была напряженная. Депутаты долгое время не могли найти общий язык. О том, как проходило заседание и какие еще решения были приняты, расскажет Дарья Купличенко. 16-я сессия Запорожского горсовета по традиции затянулась. На повестке дня около ста вопросов. И рассматривать их начали только после обеда. Депутаты выделили средства на обучение для Центра амбулаторной реабилитации участников АТО. Чуть менее двух миллионов направили на открытие двух дополнительных дошкольных групп. Не обошлось и без скандалов. В течение двух часов в зале не смолкали крики. Депутаты рьяно спорили между собой. Камнем преткновения стал проект решения о создании контрольной комиссии для проверки одного из коммунальных предприятий. Напряжение нарастало. Некоторые депутаты даже намеревались покинуть зал заседания. Если вы на этот вариант не согласитесь сейчас, мы встанем все четыре фракции и уйдем. Пререкания между депутатами продолжались несколько часов. Заседание затягивалось. Как же вам не стыдно, а? Сколько решений? Действительно, решения, которые нужны жителям города Запорожья. А вы на этих комиссиях один к одному. А еще депутаты. Представляете людей, которые вас выбрали? Они же вам доверили. А вы творите тут черти что. Да, еще начнете, кто первый начал, кто другой. Вы уже не помните, кто и начался. В итоге решение о создании комиссии все-таки было принято. Депутаты также одобрили выделение 11 миллионов гривен на ремонт внутридомовых сетей отопления. Снимаем с той помощи, которую мы выделили, будем говорить, концерну. И снимаем их на то, чтобы выделить эти 11 миллионов, для того, чтобы прошли, нормально вошли в отопительный сезон и выполнили. 646 домов, ремонты внутридомовых сетей, отопительных сетей. Плюс 600 – это домов, которые сегодня включены в программу капитальных ремонтов в этом году. Планируют также реконструировать тепловые сети котельной по улице Финальной. Это позволит уже в следующем году, в межотопительный период, обеспечивать горячее водоснабжение значительной части заводского района за счет вторичного тепла промплощадки. А это – существенная экономия средств бюджета. Самый социально значимый вопрос – повышение зарплат для педагогов. Изначально предлагалось увеличить тарифные разряды работникам детсадов. Но по решению городского головы Владимира Буряка на сессии было предложено повысить зарплаты также педагогам ПТУ и внешкольных учреждений. Депутаты проголосовали про повышение на два разряда работникам дошкольных учреждений, работникам педагогическим, работникам, которые сегодня. И вот сейчас я дал указание в перерыве подготовить документы и отправить в казначейство для того, чтобы с 1 апреля люди могли получить заработную плату, которую в соответствии мы поняли. Это я уже назвал 40 миллионов, которые сняты были с аэропорта. Поэтому с апреля в запрельскую зарплату в мае месяце люди педагоги получат данную зарплату. Депутаты рассмотрели и электронные петиции горожан. Поддержали проект решения, в котором предлагалось убрать с проспекта Соборного все рекламные конструкции панно. А вот памятник Джону Леннону в Запорожье устанавливать не будут. Дарья Купличенко, Сергей Чалый, Иван Демьяненко, ТВ5. Согласно плану, коммунальное предприятие «Наш город» завершает работы по техническому обследованию жилого фонда. Одним из последних объектов стал дом по улице Бочарова. Специалисты осмотрели кровлю, подъезды и подвальное помещение. К решению проблем планируют приступить уже в следующем году. Девятиэтажка по улице Бочарова, 6. Сегодня специалисты коммунального предприятия «Наш город» совместно с работниками других КП провели плановое техническое обследование дома. В чем они заключаются? Определить техсостояние данного объекта. В последующем определить перечень и объем работ, которые необходимо выполнить по этому дому. И в зависимости от объема работ, которые необходимы будут, этот дом попадет или в титул текущих ремонтов, или в титул капремонтов. Специалисты говорят, подобные обследования должны проводиться раз в год, весной. Обычно проверяют кровлю, инженерные сети, состояние подъездов и придомовой территории. Обследовать будут и строительные конструкции самого дома, и подъезды, и инженерные сети, которые включают в себя и центральное отопление, и ГВС, и холодную воду, и в том числе и подвальные помещения. После технического обследования дома по улице Бочарова, 6, специалисты обнаружили ряд проблем, которые планируют решить уже в следующем году. Это капитальный ремонт трех подъездов, отмостки, замена вентилей в подвалах. В прошлом году по этому адресу капитально отремонтировали кровлю. Жаловались сильно на кровлю, но здесь в ноябре прошлого года выполнен капитальный ремонт кровли полностью 100% с ремонтами машинных помещений на кровле. Сейчас нет жалоб на это, это было самое больное место. И швы, вот мы их и освоили эти вопросы, мы решили. На сегодняшний день они решены. Техническое обследование жилого фонда КП «Наш город» завершит уже в конце апреля. Евгения Алия, Александр Готц, ТВ5 Новый этап масштабного социального проекта. В Запорожье полным ходом продолжается пятый сезон конкурса социальных инициатив «Мы – это город». Общий бюджет – 3 миллиона, а каждый из финалистов может получить грант до 100 тысяч гривен. В этом году на конкурс поступило рекордное количество заявок – 279. Из них экспертный совет определил 84 полуфиналиста. Выбрать так называемый «народный проект» сейчас можно на официальном сайте. Онлайн-голосование продлится до 8 мая. Сегодня стартовало онлайн-голосование на нашем сайте «Мы – это город» за народный проект. И очень важно, что каждый житель Запорожья и Запорожской области сможет почувствовать себя экспертом и проголосовать за понравившийся ему проект. Потому что мы хотим, чтобы победил проект лучший. Примножать в уме трехзначные числа, при этом отжиматься и декламировать стихи. Все это умеет восьмилетний запорожец Тимофей Костецкий. Своими способностями он покорил не только учителей, но и судьи одного из национальных талант-шоу. С юным вундеркиндом из Запорожья познакомилась Сидония Аракеля. Благодаря умению быстро считать, маленький запорожец взорвал зал. Его талант поразил судьей, которых обычно трудно чем-то удивить. Тимофей учится в 28-й гимназии. Математика – его любимый предмет. Он без труда умножает и складывает трехзначные числа. Конечно, ему помогает. Хотелось бы, чтобы больше детей занимались у нас подобными. Не важно, у нас будет лучше, будет хуже, но мотивация должна быть обязательно у ребенка. Тимофей использует японскую методику устного счета. Представляет число в виде картинки. А развить свои умения вундеркинду помогает школа ментальной арифметики, которую он посещает последние полгода. «Минус 21, минус 12, минус 75, минус 62, минус 22, минус 42, минус 28, минус 66, минус 21». «Прежде всего дети учатся считать на специальных счетах, которые называются абакус. Затем они учатся представлять абакус в уме. Такой счет быстрый, именно возможен благодаря образу, а не логическому виду цифры. Мама Тимофея говорит, способность ребенка заметила еще в раннем возрасте. Ребенок у меня больше склонен к вычислениям математики, чем, например, что-то рассказать или пофантазировать. Еще с малых лет ему проще было собрать пазл или какой-то конструктор, чем рассказать, как ты провел день. С будущей профессией Тимофей определился и мечтает стать программистом и дальше радовать родных новыми победами. Седония Ракеляна, Руслан Шевченко от ТВ5. Это все новости к данному часу уже в 19.00. Смотрите. Сезон клещей. Как без последствий отдохнуть на природе. Необычное увлечение. Как вымыть руки при помощи соленой рыбы. Без борща тяжело. Как запорожец выиграл Кубок Европы по карате. А сразу после выпуска новостей смотрите продолжение сериала «Сашка» на ТВ5. И напоминаю, актуальные новости города и области вы всегда можете найти на нашем сайте tv5.zp.ua. В студии работал Игорь Белышев. Увидимся в 19.00. Субтитры создавал DimaTorzok